Я обещал вам рассказать на своих уроках, как сделать интересный фон для фотосессии. Надо обещание выполнять. Давайте приступим. Прежде всего, нам нужен такой холст. Это обычный холст. Я купил его в магазине. Не буду скрывать, это сеть магазинов Передвижник. Они не платят мне за рекламу, но просто для ориентировки. Все-таки назову их. Видите? Обычный холст. Я развернул его. Стоит он 2300 рублей. Два метра на три метра. Он мятый. Прежде всего, нужно большое пространство. Видите? Я положил полиэтилен на пол. Всем привет! Меня зовут Бабкова Катя. В первую очередь, нам нужно разгладить фон. Для этого нам потребуется какой-нибудь парогенератор. Идеально, если вы сможете подвесить фон. Для чего мы будем его разглаживать? Для того, чтобы, когда мы его уже начали покрывать краской, у нас не было вот таких вот симметричных заломов, чтобы он был таким, ну скажем, как больше полотно. Ну вот, так уже будет гораздо лучше. Мы разгладили наш фон. Этого вполне достаточно. Разложили его на гладкой поверхности и на специальной пленке, чтобы все не протекало вниз. Теперь мы переходим к следующему, не менее важному этапу. Это грунтовка холста. Для этого нам потребуется вот такой вот валик с не очень длинным ворсом, чтобы слишком много не впитывалось ванночка. И, собственно, клей ПВА. Мы смешаем клей примерно один к одному с водой и покроем холст, что позволит краске не утекать с него. Начинаем? Мы смешали нашу жидкость для грунтовки холста, положили грузики, чтобы он никуда от нас не улетал. И теперь можем приступать. Ну что, вот так нужно закрунтовать весь холст. Ну что, мы закрунтовали наш фон, теперь он должен высохнуть. Перерыв. Ну что ж, теперь, когда наш фон высох, он уже не похож на просто тряпочку. Это уже такая более плотная конструкция. И теперь мы переходим к одному из самых важных этапов, это нанесению краски. Для этого нам потребуется определенное количество ванночек, где вы будете смешивать цвет, и губка, которой вы будете это наносить. Эта губка привезена из Греции. Она может позволить вам каждой своей стороной создавать разную текстуру или, ну скажем, разные пятнышки цветовые на этом холсте. Для того, чтобы ей работать, ее нужно смочить, погрузить в краску и наносить на холст. Чтобы понять, какого цвета вы хотите свой холст получить, то вам может пригодиться вот такой вот, мой уже несколько раз был в работе, поэтому весь испачкан, но вы можете привезти сеновый. Такой цветовой круг поможет вам понять, какие цвета будут контрастные, какие цвета будут близкие друг к другу, и понять, какой вы хотите получить свой холст. Ну что, начать я хочу с того, что в этих вот мисочках я смешаю близкие по тону цвета. Смешивать я буду из обычных колорантов, которые можно купить в любом строительном магазине, и иногда использовать акриловые краски, которые вы можете купить в каком-то специальном художественном магазине. И иногда вам будет требоваться просто белая краска, мне кажется, практически любая, которую вы сможете добавлять и делать ее как основу. Вот как раз белые краски я и начну. Редактор субтитров А.Семкин Наш этап по нанесению краски таким способом на данный момент подходит к концу. Заняло, наверное, приблизительно минут 20, и получается такой довольно перстый фон, а нам хочется получить в этот раз гораздо более спокойное покрытие, смешанное. Поэтому мы перейдем к следующему этапу. Сейчас увидите. И вот после этого мы сможем еще раз смело повторить этап с нанесением красной губки. Фотошкола Наконец это случилось. Из урока в урок я вам обещал, что вот эти замечательные, рукотворные, не боюсь этого слова, действительно сделанные руками Кати фона. Почему так долго? Потому что мы ждали Злату. Злата вот у нас модель. Ну, сами понимаете, она все время в разъездах, она где-то снимается. Без нее рассказать об этих фонах было нельзя. Что мы будем снимать? Конечно, они дают прекрасную фактуру, очень много используется в съемках. Например, у Ани Лейбович, посмотрите фотографии, да, вся студия завешана вот такими холстами. Но мы решили, что мы сделаем какую-то историческую съемку. Они очень напоминают исторические картины. Но просто так историческую съемку мы, конечно, могли Злату взять и загримеровать, и сделать совсем исторический какой-нибудь кадр. Она была бы какой-нибудь императрицей, фроллиной или еще кем-то. Но мы решили все-таки сделать такой, знаете, образ, начиная с прически, которая была из прошлого века, с 80-х годов, превратилась вот в такую. Такая вот игра, знаете, на старых испанских воротниках. Ну, давайте поиграем в такую историческую моду и сделаем что-то современное. Светить я буду генератором. Вот у меня два софтбокса. При этом, естественно, с одной стороны я буду ставить меньше света, с другой больше. Вы увидите это на картинке. 105-й объектив. Любилый для портретов. Злата. Красиво. Чуть более прямо. Просто совсем. Красиво, да, когда еще больше. Да. Я уже рассказывал, что моделью можно руководить, но вот Златой руководить не надо. Она и так делает достаточно интересно. Но мы все равно сделаем вид, что мы ей управляем. На мой взгляд, получается такой вот прямо исторический салонный портрет. Но, конечно, с какими-то современными элементами. Все-таки, так или иначе, мы говорим о современной фотографии, о модной. Смотрите, мы чуть-чуть поменяли воротник. И я меняю съемку. Я снимал на диафрагме 11. То, что мы видели в кадре, это была диафрагма 11. Большая глубина резкости. Теперь я делаю диафрагму 3,5. Глубина резкости будет маленькая. Будет уже такой другой эффект. Еще-чуть сделай, пожалуйста, вперед. И за фото. Отлично. Разве это не здорово? Влада очень переживает, что никто не поверит, что это ее волосы. Что все без фотошопа и что это ее волосы. Поэтому я сейчас покажу фотографии промежуточные, которые мы сделали, пока Катя Бабкова делала ей волосы, начесывала. Вот вы видите, да? Это что-то потрясающее. Никогда бы не подумал, что этой хрупкой маленькой девушке столько волос. И по поводу костюма. Всегда встает вопрос, где взять костюм, что сделать. Вот это вот одеяние сделано. Вы просим, Андрей, прыгнулся, видите, с помощью веревочной петли и палки. Шучу. С помощью проволоки. И вот, как это называется, бумага такой. Гофрированная. Гофрированная такая папиросная бумага. Все очень просто. Включайте воображение. Легко делать, когда большие бюджеты. Попробуйте сделать, когда бюджета нет. Продолжаем. Катя сейчас заходит в кадр и дополняет образ. Вы видите, мы нагло смешиваем все исторические эпохи, все континенты. Не боимся этого. В конце концов, из моей школы меня же не уволят. Можно полшага назад? Все, стоп. Отлично. На меня больше. Голова вниз, чуть-чуть. Теперь полот. Стоп. Катя. Мы дополняем образ. Ну, конечно, вы понимаете, да, что дело совершенно не во мне, не в Кате, не в Злате, дело в фоне. Вся такая красота. Мы рассказываем исключительно о фонах. Он действительно очень красивый. Мы снимали на нем моду, мы снимали на нем вот такие портреты, мы снимали на нем корпоративные портреты, знаете, бизнесменов, политиков. Всегда очень выигрышно смотрится. Останьте. No comments. Продолжаем. Злата одна из немногих моделей, которая почему-то не говорит прикольно. Она говорит красиво, это правильно. Как развивать эту идею, спросите вы. Сделали вы такой портрет? А мы решили, знаете, попробовать как-то поступить более модно. Вот, современная шерстяная шапочка. Уж раз мы свешиваем, раз мы смешиваем эпохи, давайте их смешивать. Войнот, как сказал кто-то. Чуть-чуть, стоп, останьте. Некрасиво. Прошу обратить внимание, да, как подготовлены волосы, вам нужен хороший парикмахер. Такой, например, как Катя. Смотрите, да. Можно прям вот так брать и слепить. И волосы действительно запоминают форму. Только я хотел сказать, что все это сделано без единой капли лака. Как вот, Катя разрушила все очарование. И лак тоже, но дело не в лаке. А сделай вот совсем четко профиль. Смотри, плечи чуть-чуть на меня. Да, еще можно. Да, да, поднимись, пожалуйста. И поворот головой. Все это очень напоминает каких-то голландских художников. Хотя, можно на эту сторону сделать теперь? Да, давай. Голову наверх. Знаете, я даже уменьшу чуть-чуть насыщенность. Просто, чтобы кадры были более разнообразные. Вот немножко чуть-чуть плечи, потому что мы не видим. А голову, да. Красиво вот так. Очень красиво. Yes. Какая-то сказка. Мы идем дальше. Пока Катя делала злату, я поменял фон. Теперь у нас серый. Помните, да, тот самый, который Катя делала в кадре. У нас новый образ. Вот такая злата. Видите, это, открою секрет, никому бы не сказал, но вам придется рассказать. Это колготы. Вот, колготки. Видите, как легко создать образ, да, из всяких каких-то таких совершенно неожиданных вещей. Пользуйтесь этим, развивайте свое воображение. Это очень важно. Ну и просто, чтобы съемка была другая, я решил фон подсвечивать. Видите, я взял соту. Видите, она делает такое пятнышко. Ну, просто хочется какого-то разнообразия, чтобы фон теперь будет не полностью залито, а за златой будет такое пятнышко. Я думаю, надо снимать. Мне нравится. На этом я хочу пожелать вам удачных съемок. Мы с вами прощаемся, подписывайтесь. А мы со Златой еще поснимаем на этом фоне. Ну, результат вы увидите. Давайте волю своим рукам. И, конечно, фантазии.